В 2013 году в небольшом украинском селе во Львовской области прошла торжественная церемония перезахоронения украинских солдат, павших в 1944 году. Воинские почести здесь отдавали не красноармейцам, а 16-ти эсэсовцам из дивизии СС Галиция. Все проходило по обычному сценарию. Выступления представителей власти, орудийные залпы, возложения цветов. Необычными были только немецкая форма. Уж больно странно, мундир эсэсовца смотрится на славянской земле и речи о героических украинцах, защищавших свою родину под знаменами Гитлера. Все это уже не новость. В последнее время подобных мероприятий проходит все больше. Правда, их участники предпочитают не произносить слово «эсэс» и не вспоминать, что за свои идеалы герои-украинцы предпочитали бороться чужими руками. Самое интересное, что на всех этих мероприятиях очень много молодых людей. Зачем им это надо? Почему? И к этому также, знаете, такое сочувственное внимание прессы, приходят политики. Голоса в защиту тех, кто во времена Великой Отечественной войны переходил на сторону фашистов, звучат все чаще. А таких было немало. По приблизительным данным, к 1945 году в рядах армии фюрера насчитывалось почти 2 миллиона перебежчиков из разных стран. И 250 тысяч из них были украинцами. Немцы долгое время не решались использовать местное население оккупированных территорий. Фюрер считал, что это опасно. Но Германия была не готова к длительной войне. Поэтому со временем фашисты все-таки стали использовать гражданское население завоеванных земель сначала в администрации, затем в полиции, а позже и в борьбе с партизанами. И даже на фронтах. Чтобы придать идеям националистов, сотрудничавших с нацистами в годы войны, такую, знаете, твердость, что вот, мол, Германия там что-то делает для украинской государственности, немцы объявили о создании украинской дивизии. Там были, конечно, и просьбы местных пособников, которые хотели таким образом доказать, как они преданы делу Германии и так далее, что, мол, они хотят бороться с большевизмом. С самого начала оккупации все украинцы, желавшие служить вермахту, объединились в так называемый Украинский Центральный Комитет. Он существовал на немецкие деньги, подчинялся оккупационным властям. И именно его руководители стояли у истоков создания дивизии СС «Галиция». Из докладной записки начальника управления контрразведки СМЕРШ 1-го Белорусского фронта Вадиса. Из показаний арестованных Вовченко Михальчука. С началом войны Германии против Советского Союза руководство Украинского Центрального Комитета неоднократно вступало в ходатайство перед Гитлером с просьбой на разрешение формирования украинской армии для непосредственного участия в боях на фронте против советских войск. И получив такое разрешение, в середине 1943 года в Галиции была создана СС-стрелковая дивизия «Галичина». Туда могли вступить и представители охранных полицейских частей. И один батальон, 201-й батальон, который возглавлял Евген Побегущий, он целиком влился в эту дивизию. А он был совершенно стандартным, я бы сказал, по немецкой практике, карательным полицейским батальоном. Принимал неоднократное участие, весь этот батальон 201-й, принимал участие в антипартизанских акциях, в уничтожении местного населения. И он влился в эту дивизию. Сегодня всплывают данные о том, что мобилизация в дивизию не всегда была добровольной. Это подтверждается архивными документами. Однако те же документы ясно говорят и о том, что большая часть, несколько десятков тысяч человек, вступила под немецкий флаг все-таки по собственной инициативе. Это же не выдумка немецкой пропаганды, что немцев встречали с цветами, хлебом и солью, проявляя горячее гостеприимство украинской деревни. Однако, стоит помнить, об этом часто забывают, что немцы внезапно обрели роль легитимной власти. Красная армия неожиданно исчезла, она была далеко, советская власть отсутствовала. И никто не знал, что будет дальше, вернуться ли они когда-нибудь. Легитимная власть на тот момент – это немцы. Из справки замначальника отдела по борьбе с бандитизмом НКВД УССР семьи добровольцев СС стрелковой дивизии Галиция пользовались установленными немцами привилегиями. Они обеспечивались дополнительными продуктами, карточками и были приравнены в получении денежной помощи к немецким семьям. Подполковник госбезопасности Бурылен. Одни вступали в дивизию СС, чтобы таким образом наладить отношения с новой якобы легитимной властью. Другие пытались обеспечить себя и свои семьи или просто шли служить под немецкий флаг за деньги. Но были и другие мотивы, которые приводили людей в ряды фашистской армии. На Украине антисоветские и антисемитские движения имели широкое распространение, впрочем, как и в Белоруссии тоже. Так было везде, где евреи веками имели свои поселения. В России это было не так ярко выражено. В общем, здесь антисемитизм, независимо от национал-социалистической идеологии, был весомой причиной для сотрудничества с немцами. Еще одним аргументом для вступления в дивизию СС было стремление защитить свой народ и свою страну от большевиков. Такой порыв объединял многих украинцев, служивших на стороне немцев во время Великой Отечественной. Вот, например, история командира взвода 118-го полицейского батальона СС Григория Лакусты, который участвовал в карательных операциях на территории Белоруссии. Он так объяснял, что в 1939-м году они жили под Румынией и воспитывались ворожжевных отношениях и к Советской Украине, и к Советскому Союзу в том числе, и особенно к коммунистам. Ненавистью, так сказать, там пропаганда была. Поэтому для него был коммунист – это враг. И он был, как он говорил, что я был в этом действительно убежден, что их надо уничтожать, что они поработили нашу Украину, наш украинский народ, и мы должны помогать немцам освобождать Украину. И вроде немцы обещали, что им дадут самостоятельность Украине, когда разорвали Советский Союз, то и Украина получит самостоятельность. Вот они пошли и, говорит, служили верой и правдой. Однако у нацистов были совершенно другие цели. Гитлер стремился завоевать европейскую часть Советского Союза, чтобы использовать местные ресурсы. И он не собирался ни с кем делиться. Ему не нужны были национальные правительства. Германия и не думала давать кому-то из завоеванных народов самостоятельность. Даже, казалось бы, такой ярый помощник потенциальный, как Бандера, ненавидевший большевиков, который призывал к борьбе с большевиками все время, и активно этому пособничал, и всегда говорил, что он готов в сотрудничестве с Германией бороться с Москвой. Даже он мешал нацистам, и так как он хотел создать независимое государство и реально предпринял конкретные шаги, он был изолирован, арестован, и значительную часть войны просидел даже в лагере. Потом его освободили только в 44-м году. В Берлине всегда опасались самостоятельности украинцев. Это прослеживается во всем, что касается украинских объединений, организаций, в том числе и дивизии СС «Галиция». Во-первых, дивизию сразу назвали не украинской, а «Галицкой». Это была принципиальная позиция Гиммлера, под эгидой которого и создавалась эта часть. Немцам важно было подчеркнуть, что они не поддерживают идею о независимости Украины. Во-вторых, язык отдачи приказов в дивизии – немецкий. Украинский язык при этом всегда находился на вторых ролях. В-третьих, командирами дивизии были немцы. Более того, весь командный состав вышел из рядов СС. А это, как известно, военизированное формирование нацистов, которые отвечали за уничтожение неугодных рейку людей. В их ведении находились концлагеря. Именно СС выполняли всю грязную работу в фашистской Германии. Не случайно Нюрнбергский процесс признал всех, кто входил в состав СС, военными преступниками. И, наконец, каждый боец дивизии «Галиция» присягал Гитлеру, а не Украине. Присяга дивизии СС «Галиция». Я присягаю перед Богом этой святой клятвой, что в борьбе против большевизма буду беспрекословно подчиняться высшему руководителю немецких войск Адольфу Гитлеру и хочу, как отважный солдат, посвятить свою жизнь выполнению этой клятвы. Интересы немцев и украинцев явно не совпадали. Но украинцы этого как будто не замечали. А Гитлер был искушенным политиком. Его отдел пропаганды – величайшее изобретение нацистской Германии. Интересно, немцы же обставили это очень грамотно. 28 апреля во Львове было торжественное заседание, на пленку это все снималось с цветами, девушки в национальных одеждах, представители различных нацистских и германских властей, НСДП, нацистской партии. Вот как вот присоединяетесь к борьбе с большевизмом. Немцы были мастера на эти пропагандистские мероприятия. Все очень красиво было обставлено. Наверное, это на молодых людей производило сильное впечатление. После всех торжеств начались путни военного времени. Дивизия хоть и была сформирована, но оказалась совершенно неподготовлена. Ее части раскидали по оккупированной территории. Основным центром подготовки стал тренировочный лагерь СС в польском городке Дембица. Некоторые полки попали в район Белостока и Гдыни, часть в Восточную и Южную Францию. Более двух тысяч офицеров отправили в Германию для подготовки в соответствии с требованиями СС. За всей суетой глава Украинского комитета не забыл поблагодарить оккупационные власти за возможность воевать против большевиков. Телеграмма. Господину генерал-губернатору Краков. Ваше превосходительство. По случаю акта государственной важности в столице Галиции я передаю от имени украинского народа Галиции выражение глубочайшей благодарности правительству Германского рейха за возможность для украинцев с оружием в руках участвовать в борьбе против большевизма. Весь украинский народ Галиции испытывает чувство искренней благодарности к фюреру Великогерманского рейха за разрешение сформировать охранную дивизию СС Галичина. Я прошу вас, ваше превосходительство, передать фюреру эту благодарность. Руководитель главного Украинского комитета профессор доктор Кубиевич. Опять же я хочу сказать, что с одной стороны туда попали молодые люди, которые там ненавидели Москву и думали, что они там что-то там создадут, будут там бороться за украинскую государственность. И в том числе там были уже люди, которых можно назвать военными преступниками, у которых уже были руки все в крови. И вот этот вот симбиоз, он вот и получился. Через год дивизию посетил сам Гиммлер. Он проинспектировал войска на учебном полигоне в польском местечке Нойхаммер. И остался вполне доволен боеспособностью частей. Однако уже через пару месяцев станет ясно, как сильно заблуждался рейхсфюрер СС. К этому времени ситуация на фронте для немецкой армии складывалась уже катастрофически. Германия вот-вот могла потерять контроль над западной Украиной. И тогда советские войска беспрепятственно попадали в Южную Польшу. Немецкое командование решило перебросить дивизию СС Галиция именно на этот участок фронта, в западную Украину, недалеко от местечка Броды. Здесь летом 44-го года дивизия вступила в свой первый бой с Красной армией. Через несколько дней она попала в окружение. Из воспоминаний штандартенфюрера СС Порфирия Селенко. В Бродском кольце в передовых частях не осталось ни одного немца-офицера, а молодые немецкие унтеры под разными предлогами стремились уйти в тыл. К тому времени Красная армия научилась воевать. Это уже была не просто армия, это такой, знаете, был мощный кулак, почти что каток. И она прошлась по этим всем укреплениям, несмотря на то, что там немцы сражались, нанесли контрудар, вся группировка вокруг Броды была окружена и практически целиком уничтожена в течение четырех дней, что говорит о том, до какой степени Красная армия уже была сильна. Что за четыре дня там группировку более 50 тысяч человек просто уничтожили. 30 тысяч просто было убито, а остальных взяли в плен. Из котла под Бродами вырвалось около 500 бойцов дивизии Галиции. Часть из них разбежалась, часть вернулась к немцам. Их отправили на отдых в тот же тренировочный лагерь Нойхаммер. Там немецкое командование укрепило дивизию резервным полком и пятью полицейскими батальонами. Но перед новым составом дивизии немцы ставили уже совершенно иные задачи. Для этой дивизии это был единственный бой. Почему-то в современной Украине националисты этим гордятся. Я не знаю почему. Гордиться-то особо нечем. По-моему, Красная армия должна гордиться, что так быстро уничтожила эту дивизию. А они это празднуют. Но это их дело. После Бродов дивизию СС Галиция уже не отправляли на фронт. Ее перебросили в Словакию на борьбу с партизанами. Для галичан в этом не было ничего нового. Еще до Бродов нацисты активно использовали дивизию в карательных акциях против местного населения и в антипартизанских операциях. Отдельные части, как, например, 201-й батальон Евгена Побегущего, еще до присоединения к дивизии участвовали в подобных боевых операциях. Поэтому в дивизии присутствовали опытные бойцы. Убийство мирных жителей, поджог деревень, расстрелы коммунистов, уничтожение партизан – все это было будничным занятием для солдат СС. Так, 23 февраля 1944 года части Галиции попытались войти в польское село Гудопеняцка. Небольшое село ничем не отличалось от сотен других – около 200 домов и тысячи жителей. Однако здесь имелся свой отряд самообороны. Его бойцы, благодаря связям с советскими партизанами, были неплохо вооружены. Поэтому украинским войскам дали достойный отпор. В том бою части дивизии СС Галиция понесли свои первые потери. Чуть позже двое украинских солдат были похоронены со всеми почестями недалеко от места боя. Но их товарищи вернулись в село, захватили его, сожгли все дома и уничтожили всех жителей. И таких эпизодов на счету дивизии СС Галиция было немало. Она отметилась целым рядом преступлений против местного населения в Польше. Она участвовала в подавлении словацкого восстания. Это задокументировано. Существует очень много документов на эту тему. Конечно, это даже до сих пор создает проблемы во взаимоотношениях поляков с украинцами. Кроме Польши дивизия СС Галиция в разное время участвовала в антипартизанских акциях во Франции, Словакии, Чехии, Югославии. Гитлер уже открыто использовал добровольческие части украинцев в своих целях. А украинцы будто и забыли, что шли воевать за свободную Украину. Ропот и жалобы раздавались совершенно по другим поводам. Из воспоминаний командира батальона СС Галиция Евгена Побегущего. Боевые акции против хорошо вышкаленных и закаленных большевистских партизан были нелегкие. Партизаны разрушали мосты, и группе нужно было делать далекие обходы полями и лугами, а это препятствовало быстрому продвижению группы. К тому же в Перемышле она угодила под команду полицейского генерала, который ничего не понимал в военной тактике и боевых операциях, не заботился о группе и плохо ею руководил. Конечно, все боевые неудачи по вине такого командира списывались на счет украинцев, а не немцев. Партизанская война для нацистов была еще хорошим поводом для уничтожения местного населения, которое им не нравилось или потенциально считалось опасным. Это давало возможность также убивать евреев, коммунистов под предлогом того, что все они партизаны. Просто так могли тысячу людей убить, а потом написать отчет, что это партизаны. И даже иногда даже интересно, что по немецким отчетам видно, что во время какой-то антипартизанской акции они убили 400 или 500 человек и отдельно напишут, а также 20 партизан. Кто другие, не всегда понятно. И поэтому, когда в современной литературе какие-то поклонники эсэсовцев или украинских националистов, которые сотрудничали с Гитлером, говорят, что всего лишь помогали бороться с партизанами, а это не всего лишь. Антипартизанская борьба – это часть общей стратегии гитлеризма, это часть общей политики нацизма. Безусловно, украинцы, служившие в дивизии СС Галиция, прекрасно понимали, что участвуют в военных преступлениях. Поэтому в мае 45-го они сделали все, чтобы не попасть в руки советских властей. Последние месяцы войны прошли для этих бойцов в страшной агонии. В марте в дивизию пришел приказ сдать вооружение для новых немецких частей. Но советское наступление помешало провести разоружение. Дальше части дивизии передавались в ведение то одной немецкой армии, то другой. В конце концов, 5 мая украинцы сами направились к союзникам, чтобы обсудить условия сдачи в плен. А еще через несколько дней все было кончено. Часть из них попала в руки американцев, а большая часть – к англичанам. При этом украинцы всячески скрывали свою причастность к Советскому Союзу. Главное, чтобы их не выдали Москве. Когда их фильтрации проходили, они по-разному там говорили. Во всяком случае, мало кто их сказал, что они занимались красной деятельностью. А в то время был достаток от самого факта службы, чтобы уже привлечь к голову на связи. Поэтому наши органы, которые занимались, они особо не скромились доказать их участие в расстрелах. Сам факт – ага, служил, ну иди. Получается, 10, 15, 15, 25, сколько. Большая часть служивших в дивизии СС «Галиция» оказались в британском лагере в Италии, под Римене. Выдачи Советскому Союзу они избежали. Одна из причин – защита Ватикана. Папа Пий XII счел этих солдат хорошими католиками и преданными антикоммунистами. Перед англичанами встал вопрос, что делать с этими людьми. Выдать их нельзя, содержать дорого. Выход нашелся, самый простой. Великобритания выдала бывшим эсэсовцам английские паспорта и привезла их в Лондон. Их поселили в Ноттингеме. А дальше для них началась обычная мирная жизнь – поиски работы, обустройство дома, семейные хлопоты. Почти 5000 англичаник себе привезли. Другая часть дивизии в большом составе мигрировала в Канаду. Ну и мелкими группами некоторые осели в США, обманным путем, кстати, въехав в Америку, подделывая документы, что они там честные какие-то граждане. Они партии даже не говорили о том, что они боролись с коммунизмом, а что просто они были или просто солдатами, или просто бежали от большевизма, не упоминая, что были эсэсовцами. То есть вот эту героическую свою сторону, что они эсэсовцы, они потом в 90-е годы стали подчеркивать. А в 60-е, 70-е многие себя в грудь не били, что они эсэс. Про них вспомнили только в 70-е. В мире в то время стали изучать Холокост, начали открываться архивы, создаваться научные центры. Появилось много новой информации. Одно судебное дело потянуло за собой другое. По Америке, Канаде, Англии, Германии прокатилась волна расследований и судебных процессов над бывшими военными преступниками. Но потом все тихо сошло на нет. Америка и Канада предпочли замолчать эту тему. В Англии из нескольких тысяч осевших тамгаличан наказание понес лишь один. Остальные мирно доживали свой век в собственных домах и наравне с настоящими ветеранами получали пенсии и льготы. Командир 201-го батальона Евгений Бобегущий спокойно жил в Германии, умер, по-моему, в 94-м году, или в 95-м году в возрасте 94-х лет. И даже орден получил от Ватикана за то, что был таким религиозным человеком, бывший Гаутман СС. А то, чем он занимался в этом батальоне, это как бы никого не волновало. Это и есть политика двойных стандартов. Сегодня Запад снова придерживается этой политики, закрывая глаза на то, что происходит с украинской памятью. Парадоксально, но те, кто в Нюрнерге был назван военным преступником, спустя 70 лет становятся героями. На Украине солдатам дивизии СС Галиция ставят памятники. В их честь называют улицы городов. В 2012 году власти Львова и области обязали городские советы предусмотреть в бюджете средства на льготы ветеранам украинской повстанческой армии. Жаль, если честно. Но, как ни странно, борьба с большевизмом, провозглашенная Гитлером, послужила хорошим обоснованием, поводом, своеобразной даже духовной индульгенцией всем этим людям. Что, мол, вот они так боролись, и это давало им возможность спастись на Западе, что это принималось за чистую манику. В 2013 году церемония перезахоронения ССовцев из дивизии Галиция была не случайной акцией. Ее приурочили к очередной годовщине создания дивизии. Эту дату отмечают во Львове каждый год 28 апреля. В этот день в городе проходит так называемый парад вышиванок. Большинство участников одеты в национальные украинские рубахи, вышиванки. Это своеобразная реконструкция парада 43-го года в честь создания дивизии СС Галиция. Сегодня это яркое мероприятие притягивает сотни и тысячи молодых людей. Вряд ли они понимают, что чествуют не героев, защищавших свою родину, а предателей и убийц мирных жителей. Об этом предпочитают молчать. На этой земле историю снова делают чужими руками. Субтитры создавал DimaTorzok